Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Математика 4 класс, автор Чекин, часть 2, задание 222. Используя калькулятор, определение полное, частное и остаток в следующих случаях деления с остатком. Итак, первый пример. Так, 568972. 32. Нужно разделить на 36, и, возможно, это будет деление с остатком. Это сделать очень легко, если использовать калькулятор. Итак, берем калькулятор. Так, обнуляем его и набираем наше делимое. 568972. И делим его на делитель 36. Нажимаем равно. Равно. Так, теперь смотрим на число, которое записано перед запятой. 15804. Вот это число и будет неполным частным. 15804. Записываем его. 15804. Но теперь еще нам нужно определить остаток. Как его определить? Ну, вот это неполный частный. 15804 показывает, сколько раз по 36 содержится в делимом 568972. Но при этом может быть еще и остаток. И чтобы этот остаток определить, мы должны вычесть из делимого произведение делителя на неполное частное. Тоже сделаем это с помощью калькулятора. Обнуляем его. Итак, нам нужно вычесть из делимого произведение. Тогда мы это произведение вначале определим. 36 умножить на 15804. Получили произведение. Теперь мы это произведение занесем в память клавишей MS. Теперь набираем наше делимое. 568972. Нажимаем «вычесть». И теперь из памяти клавишей MR достаем наше произведение. Вот оно. Нажимаем клавишу «равно». И получилось 28. 28. И есть остаток. Записываем его. 28. Следующий пример. 256489 разделить на 45. Берем наш калькулятор. Обнуляем. Обнуляем. Обнуляем и память. Теперь мы набираем наше делимое. 256489 разделить на 45. Равно. Смотрим, какие у нас цифры перед запятой. 5699. Это и есть неполное делимое. Есть неполное частное. 5699. Записываем. 5699. 5699. Даже если мы его определили неправильно, то мы сейчас и проверим. Вот это неполное частное 5699 показывает, сколько раз по 45 находится в числе 256489. Если мы определили неправильно, то мы можем получить либо число большее, чем наше делимое, либо недостаточно большое, определяя остаток. Вот давайте сделаем. Определяя остаток, если остаток у нас получится меньше 45, значит мы все определили правильно. А остаток мы определяем, вычитая из делимого произведение делителя на неполное частное. Так, берем калькулятор, обнуляем его и определяем в начале произведения делителя, 45, на неполное частное 5699. Умножили. Посмотрели. Число получилось меньше, чем 256489, но оно достаточно большое. Теперь заносим это число в память клавишей MS. Теперь набираем наше делимое 256489. Вычесть. И клавишу MR. По этой клавише мы вынимаем из памяти наше произведение и перевычитаем его из делимого. Ну и вот это все то, что мы делаем, изображено на экране. Равно. Получили остаток 34. Но этот остаток нас устраивает, потому что он меньше делителя. Действительно, все найдено правильно. Запишем остаток 34. И последний пример. 235 879 разделить на 83. Так, достаем наш калькулятор. Так, чуть-чуть мы его сюда сдвинем. Так, память мы должны обнулить память и обнулить сам калькулятор. И теперь начинаем делить. 235 879 разделить на 83. Равно. Что у нас до запятой? 2841. Значит, 2841. Это не полное частное. Определяем остаток. Калькулятор достаем. Так, теперь обнулили. Находим произведение делителя 83 умножить на 2841. Равно. Вот оно произведение. Заносим его в память клавишей МС. Теперь набираем наше делимое 235 879 минус... И достаем из памяти число. Вот оно, число это. Теперь вычитаем и равно 76. 76 меньше, чем 83. Значит, такой остаток нас устраивает. Все правильно. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.